Дорогая Церковь, уважаемые друзья, гости, которые посетили наш Дом молитвы, желание моего сердца вместе с вами в это утро обратиться к Ветхому Завету. Третья книга Царств, 17 глава, 1 стих. Третья книга Царств, 17 глава, 1 стих. И сказал Илья Фесвитянин из жителей галацких Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, События Ветхого Завета, примеры, которые оставлены на страницах Священного Писания. Сегодня для нас, христиан, последнего времени, очень опасного, коварного времени, трудного для духовной жизни, является прекрасной иллюстрацией, прекрасным примером и хорошими уроками. Я хотел бы, чтобы мы все вместе сегодня один из этих уроков взяли для себя. Но для того, чтобы мы лучше могли понять этот стих, это провозглашение этого человека, пророка Божьего Илью, давайте мы возьмем, у кого открыты Святые Библии, и откройте, пожалуйста, на этой же странице, 16 глава, мы прочитаем 5 стихов, начиная с 29 стиха, 5 стихов, для того, чтобы могли лучше понять содержание того, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Итак, с 29 стиха, 16 главы. «Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодной пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеравама, сына Наватого. Он взял себе жену Язавель, дочь Ефава, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу, жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева». Братья и сестры, этот короткий текст из пяти стихов дает нам страшную картину состояния народа Божьего в период, когда Илья предстал пред царем Ахавом. Братья и сестры, что случилось с народом Божьим? Восемьдесят лет прошло с того времени, когда Бог обратился к Соломону, который избрал его, когда наделил его особой мудростью, избрал его на царство, и в народе Господне начался золотой век. Когда Господь благословил Соломона, который построил храм, в котором было настолько отлажено все, что царица Савская, когда пришла, увидела вот это все, порядок, величие Господа среди народа, сказала, и половину не было сказано мне. Братья и сестры, когда мы читаем всего лишь в этой книге, третья книга царств, мы читаем, это был особый период духовного, знаете, подъема благословения. Прочитывая эти строки, поражаешься. Когда Соломон вызвал, помните, Господу, когда было освящение храма, что произошло? Слава Господня наполнила храм, и священники не могли стоять в храме по причине славы. Это было удивительно. Были жертвоприношения, было поклонение, было понимание Бога, живого, вечного, была ревность, была любовь к Богу. Братья и сестры, я еще подчеркну, 80 лет всего лишь прошло. Дорогая церковь, братья и сестры, вы знаете, что дьявол объявил войну. Объявил войну давным-давно народу Божьему и церкви. И если мы этого не понимаем, мы будем сталкиваться с очень печальными последствиями. И дьявол нашел коварстный план, как реализовать для того, чтобы произошло то, что мы прочитали сейчас только в пяти этих стихах. Когда мы читаем 11 главу третьей книги царств, с первого стиха, там записаны следующие слова. 11 глава, первый стих. Обратите внимание, как это все близко. Я говорю о 80-летах, годах. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Полюбил то, что не должен был любить. Полюбил то, что запретил Господь. А любить нужно было Господа всем сердцем, всей душою, всею крепостью. И к этой любви, от этой любви, братья и сестры, это не просто так. Когда мы читаем, обратите внимание, 7 стих. «И стал Соломон служить, остарьте божеству седонскому». Это 7 стих. Милому Мерзосе Амманицкой и 9 стих. Результат Бога. Реакция Бога, братья и сестры, на то, что полюбил и за то, что стал служить. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. Братья и сестры, Господь никогда не закроет глаза на грех Дитя Божьего, на грехи народа. Господь никогда не пройдет, Господь никогда не закроет. Поверьте, друзья, если в нашей жизни есть грех, есть отступление, Господь не будет молчать. Он будет действовать. И будет действовать очень строго, активно, для того, чтобы поднять, восстановить то, что он избрал, то, что он любит, за что была заплачена величайшая цена. Разгневался Господь на Соломона. Результат этого гнева было следующего. Господь ради Давида сказал, не от нему царство при твоей жизни. Но после смерти Соломона, вы знаете, что произошла одна большая беда, катастрофа духовная, произошло разделение в этом могущественном царстве, которой боялись все люди, где было настолько благополучие материально, братья и сестры, что серебро вообще не считалось ни за что, равно к обычному камню. Произошло разделение, разделилось на два царства. Южное царство, которое находилось под царствованием Раваама, сына Соломона. Столица была в Иерусалиме и Северное царство, в котором царствовал Иераваам. И после этого раскола началось духовное разложение, деградация. Просестры, мы прочитали сегодня за Ахава. Ахав был седьмым израильским царем. И о нем мы уже сегодня читали, о его страшных отпадениях. Его жена Изавель умертвила всех пророков Господних, братья и сестры. Можем себе представить? На месте, там, где приносили жертвы Господу, жертвенники Господни были абсолютно разрушены. И на месте жертвенников Господних были поставлены жертвы, жертвенники идолу Ваалу. Кто такой был Ваал? Немножко отступление для того, чтобы мы лучше видели вот эту атмосферу и ситуацию, в которой находились народ Божий в то время. Ваал, или по-еврейски Баал, Бел, или Вил, с еврейского означает Господин, Владыка всего, Хозяин. Он был покровителем в деле плодородия и всех материальных благ. Обратите внимание, чем люди прельщались. Люди верили, что поклонение Ваалу приносит успех, достаток, материальное благополучие. Ты будешь богат, если ты будешь поклоняться этому жрецу, этому Богу. Это был верховный Бог Хананеев, к которому склонился и народ Господень. Братья и сестры, это был страшный, жестокий, безнравственный культ, в котором были пленены многие люди. Для того, чтобы вести стабильную, роскошную, богатую жизнь этот Бог требовал жертвоприношений. В первую очередь жертвоприношение заключалось в том, что люди должны были жертвовать младенцев. Младенцы грудного возраста до семи лет просто бросались в костер, разжигался огромный костер, находился на педестале этот Ваал из меди и бросали в подножие для того, чтобы приносить, удовлетворить, ублажить этого Ваала. История говорит, что в начале 20-го столетия в ходе археологической экспедиции в Палестину ирландский ученый Роберт МакАристер нашел подтверждение того, что культ Ваала не только отвратил и отвращал народ израильский от Господа, но заставлял совершать чудовищное преступление. Во время раскопок древнего города Тель-Гезера было открыто несколько пещер, в которых использовали, которые использовали как погребальные. В глиняных кувшинах здесь хранились останки новорожденных младенцев. Исследования показали новорожденных младенцев, опускали живых, опускали вниз головой в этих кувшинах и ставили в специальных хранилищах, святилищах для того, чтобы принести в жертву этому страшному божеству Ваалу. Более того, в капищах Ваала жили так называемые священные блудники и блудницы, которые посвящали себя служению Ваалу вовлекая людей в страшные аморальные оргии и при этом не брали плату, которую вносили в жертвенник Ваалу. Братья и сестры, это только маленький фрагмент, маленькая история той страшной атмосферы, того вот духовного падения, в котором находились и народ Божий. И возникает вопрос, что делает Бог, когда народ отступает. Молчит ли, игнорирует, братья и сестры, нет. Первое, что делает Бог, Он предупреждает. Он очень последовательно, Он наставляет и предупреждает. Когда мы читаем книгу Второзакония, 11 глава, 16 стих, обратите внимание, что делает Бог. Он говорил своему народу еще тогда, до того, как они вошли по питомную землю, берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонялись им. Братья и сестры, когда народ Божий не слушает предупреждения, не реагирует на них Господь, следующее, что Он делает, Он наказывает. Почему? Потому что Писание говорит, кого я люблю, тех обличаю, предупреждаю, и затем наказываю. В Писании упоминается более 200 раз о Божьем суде. Нужно сказать, что Божий инструмент, который Он и сегодня использует для того, чтобы восстанавливать, спасать, пробуждать детей Божьих. Обратите внимание, о 17 стих этой же главы 11, там звучит следующее Божье определение. Когда сначала Господь предупреждает берегитесь, и люди не слушают, тогда вступает Божий суд. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он, что, братья и сестры, делает Бог? И заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Помните, говорили, что Ваал, его как бы сравнивали, он проявлял себя как жрец, как Бог, как идол, плодородие, обеспечение материальных благ. И Бог говорит, за то, что вы будете служить другим богам, я покажу свою силу, я покажу свое могущество, и я закрою прежде всего небо, и не будет дождя. Братья и сестры, что делает еще Бог, когда народ Божий отступает? Он ищет человека. Братья и сестры, он ищет человека, который мог бы стать в проломе за свою землю, чтобы Бог не погубил ее. Помните, когда-то он уже обращался, говорил, я искал у них человека, который бы стал в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. И не нашел. Братья и сестры, когда я читаю этот момент, не нашлось во всей земле. Но благодарение Господу, братья и сестры, что в этот период Господь нашел себе человека. И он нашел не в царском дворце, не в столице, братья и сестры, он нашел в пустыне Галаадской. Он нашел удивительного человека, имя, которому Илья, что значит его имя мой Бог, моя крепость. Когда оказалось, что сатана одержал победу, что светильник в Израиле, казалось бы, погиб, и не слышно ни одного огонька, не слышно было ни одного голоса в защиту божественной истины, вот на арене израильской истории появляется этот удивительный, сильный пророк по имени Илья и провозглашает пред нечестивым царем Ахавом эти драгоценные слова. Братья и сестры, давайте внимательно посмотрим. Настолько Дух Святой, настолько Слово Божие точно передает. Здесь нету никакой ошибки. Учитывается абсолютно каждое слово, и он начинает это провозглашение маленьким союзом и сказал. Какое имеет значение? И сказал. Братья и сестры, это слово, этот маленький союз является поворотным этапом в истории израильского народа. Посмотрите последний стих 16 главы. Чем заканчивается глава? Мы говорили о том за Ахава, за то, что произошло в народе израильском, за Ваал, которому поклонялись люди. Но обратите внимание, чем заканчивается 24-я, 34-й стих 16-й главы. Обратите внимание, если можно, братья, откройте этот стих. В его дни Ахиил в дни Ахиил Вифилиянин построил Иерихон. Братья и сестры, помните Господь через Иисуса Навина, что сказал за Иерихон. Он никогда не будет восстановлен. Но в дни Ахава Ахиил Вифилиянин построил Иерихон. Но каким образом это он строил? Внимательно посмотрите. На перце своем Авираме он положил основание его. и на младшем своем сыне Сигубе поставил ворота его. По слову Господа, который он взрек через Иисуса сына Навина. Церковь, дорогая, слушатели дорогие, родители дорогие, можем себе представить обстоятельства, что имеется в виду. На первенце своем жертву принес, ребенка туда положил в основание, на младшем своем сыне поставил ворота. Это не значит, что он доверил сыну строить братья и сестры, положил в жертву. Смерть произошла детей. И вот поэтому прозвучал этот голос и сказал, вот оно поворотный момент, вот оно точка отсчета, и сказал Илья Весвитянин и жители Галаадской Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. Сколько силы, сколько дерзновения заключены в этих словах, братья и сестры. Тогда казалось, что все умерло, нету живого поклонения. Он провозглашает, что есть Бог Израилев. Он называет Бога живым. Бога, пред которым Он стоит, ходит, видит и понимает реально, это Его живой Бог. Прозвучал это, как гром с ясного неба. Братья и сестры, нам очень мало, что известно об этом человеке. Священное Писание нам практически ничего не говорит, какой-то предыстории. Жизнь и служение Ильи появляется вот здесь именно, тогда, когда, казалось бы, все ужасно плохо. Мы не знаем возраста его, мы не знаем родства, знаем, что только был житель и фейссвитянин, и жителей Галацких. Но из этих даже слов, братья и сестры, краткого содержания мы можем сделать некоторые выводы. Кто такой был этот человек и что особенно в нем было? Давайте кратенько посмотрим. Первое, что необходимо отметить, говоря об Илье, это то, что он был человек молитвы. Братья и сестры, Бог ничего не может делать через человека, который не молится. Бог не может использовать пустые сосуды, которые не являются его молитвенниками, потому что много молитвы, это много силы. Будем помнить об этом. К большому сожалению, сегодня многие верующие утратили молитвенную жизнь. Братья и сестры, я не говорю о том молитве, которую мы совершаем перед принятием пищи, совершаем, может, уходя на покой или начинаем свой день, приходя сюда в служение. Я говорю немножко о другой стороне молитвенной жизни. Когда мы одни на одним с Господом, когда мы ищем лица Господа, когда мы открываем свое сердце, исповедуемся пред Господом, проверяя свою духовную жизнь, свое сердце, исповедуем свои грехи и падения. Братья и сестры, молитвенная жизнь, когда мы подобно Давиду ищем лица Господа, слыша его голос, который утешает, успокаивает, наставляет, вразумляет. Подобно Аврааму, который ходатайствовал, братья и сестры, за этих людей, Содом и Гамора, братья и сестры, это та молитва, которую Господь ожидает, когда мы хоть это в семье собираемся с нашими детками, хоть это наедине, когда мы собираемся и молимся Господу нашему, ходатайствой, молитвой, или это как церковь, когда мы собираемся, мы тоже возносим голос к престолу благодати. Братья и сестры, молитвенная жизнь тогда, когда мы в молитвах нашим прославляем Господа, возвеличиваем, наслаждаемся Его присутствием, и она, поверьте, не занимает несколько минут. Братья и сестры, к сожалению, многие утратили эту молитву. Вот почему его уста произносит этот суд для своего народа. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Вдумайтесь, братья и сестры, в эти слова. Каким дерзновением, какой властью обладает этот молитвенник, этот человек. Он просит, чтобы Бог закрыл небо. И для того, чтобы это действительно было, его молитва была авторитетной, он упоминает два очень важных момента, он подчеркивает, не будет даже росы, для того, что сомнения у Ахава не было, потому что роса, это естественно, даже если нету дождя, то естественно, мы выходим, даже вот сейчас, период такой, который жарко, нету дождя, но мы утром рано встречаем, что? Росу. И хоть этим как-то питается трава, но он говорит, даже росы не будет, разве только по моему слову. Братья и сестры, почему сегодня так мало кающихся? Почему сегодня церкви в Европе, в других странах, в Америке закрываются? Почему сегодня в церкви такое охлаждение и омертвение духовное? Почему нету пробуждения, нету кающихся? Знаете, почему? Ответ очень простой. Прислушайтесь к тишине в зале, когда идет молитва. Прислушайтесь к тишине в зале, когда идет молитва. Несколько голосов взывают Господу для того, чтобы Господь услышал молитву. А это ли хочет видеть Господь нас, братья и сестры? Как вы думаете? Если бы пришел сюда или я? Я думаю, что Господь желает слышать, когда церковь склоняется, слышно молитва церкви. И не нужно стесняться, не нужно бояться, братья и сестры. Это то оружие, мощное оружие, которым Господь дал сегодня церкви, потому что мы забыли, что сатана объявил беспощадную войну для церкви Христовой. И нету другого оружия против этого, как сильная молитва детей Божьих. А что мы делаем подчас, братья и сестры? Порой мы делаем, играем просто в религию, играем в церковь. Я верю, что если мы хотим, чтобы церковь пробудилась, чтобы люди приходили в церковь, обращались и каялись, чтобы дети наши обращались, в церкви нужно возродить молитву, нужно восстановить разрушенный жертвенник, нужно восстановить жертвенник молитвы в своей семье. Это очень важно, потому что молитва, она способна закрывать и открывать небо. Второе, что я нахожу очень важное в этом человеке, то, что через молитву он имел глубокие личные отношения с всемогущим Богом. Возникает вопрос, братья и сестры, откуда Илья знал, что он может произнести это слова, ведь это, согласитесь, очень дерзкие слова. Он использует имя Господа, жив Господь, пред Которым я стою все дни, все годы, не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Что это было? Он понимал, что за этим произойдет, друзья мои. Это не три дня, не три месяца, три года, шесть месяцев от росы ничего не будет. Жизнь подвергнется тысячи, десяткам тысяч детей, стариков, что люди будут питаться, как это будет произойти, сколько смертей погибнет, друзья мои. Согласитесь, на это нужна особая власть, особое дерзновение. Братья и сестры, я верю, что человек молитвы, Илья, там, когда Бог формировал этот драгоценный сосуд в пустыне, вдалеки от людей, его сердце, слыша и видя, что происходило, видя разрушенные жертвенники, и там, где валу, скадили, поклонялись, братья и сестры, он услышал на свой вопль, на свою молитву, Божье, аминь. Он услышал и получил слово от Господа. Братья и сестры, он не был советником Богу, Бог стал его советником. Он вошел в особые отношения. Бог дал Ильи слово. Братья и сестры, у меня вопрос, изменился ли Бог с того времени, использует ли какое-то другое средство для того, чтобы пробудить нас с вами, для того, чтобы восстановить нас, для того, чтобы церковь услышала голос Божий, молитва и Его слово. И когда мы правильно молимся, когда мы находим время для Господа в нашей молитве, там, когда нас никто не видит и наше сердце томится, может быть, от наших детей, от наших родственников, за других, которые мы молимся и переживаем, братья и сестры, Господь дает слово ясное, понятное, как печать, как власть идти и совершать дальше. Братья и сестры, молитва Ильи согласовывалась с волей Бога. Он не выдумывал от себя ничего. Еще раз подчеркну, он не был советником Богу. Бог стал его советником. Это очень важная истина, дорогая церковь. Вот обратите внимание, книги Псалмы, 88-й Псалом, 16-й стих. Есть такое слово «Блажен народ, знающий трубный зов». Братья и сестры, блажен народ, который знает голос Бога. Трубный зов, то есть Господь, обращается. они ходят во свете лица Твоего Господи. Они знают настолько голос Божий, что они ходят во свете лица Божьего. Так Бог близок к ним. Об Аврааме человек и верит, который слышал голос Божий, который входил в совет Господень. Бог мог сказать такие слова. Книга Бытие, 18 глава, 17 стих. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Вдумайтесь, братья и сестры, у Бога был решение, у Бога был совет. И вдруг Он говорит, вспоминает, глядя на этого человека молитвы, человека веры, мужа Божьего, и открывает нам драгоценную истину. «Утаю ли от Авраама, что хочу делать?» Какая духовная высота? Бог становится советником и для Авраама. Псалом 24, 14. «Тайна Господня, братья и сестры, знаете, кому? Боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Братья и сестры, Он открывает Свою тайну, Свой завет народу Божьему, который ходит во свете. в чем сердце нету этого тонкого обольщения, этого духовала, который и сегодня по-прежнему обольщает многих детей Божьих. Иоанн Креститель был членом этого Совета Господня. Почему? Господь ему открыл, особо дал поручение. И когда Иисус Христос выходил на служение, братья и сестры, Иоанн Креститель провозгласил, указывая на Иисуса, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, откуда он знал, какое сходство между двумя этими великими мужами, пророк Илья в пустыне, питался, жил совершенно не так, как все люди, какой-то странный был, отшельник, и пришел Иоанн Креститель, предтеча, для того, чтобы для чего? Предстать людей, приготовить народ Божий, чтобы пробуждение началось в народе Божьем, и Господь ему открыл, дал ему слово, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Братья и сестры, я верю, что Господь ищет себе драгоценные сосуды и сегодня среди церкви 21 века. Те, которые будут искать лица Господа, те, которые не боятся открывать свои уста Господи в церкви и пусть будет 20 человек молитва в церкви, братья и сестры, не будет нарушения, не нарушим устав, небо откроется, Бог увидит сокрушение народа Божьего, его желание Бог благословит. Прошедший молодежный конгресс, он имел свою очень интересную и богатую тему. она проходила на тему много молитвы, много силы. Может быть, немногие помнят, кто-то забыл, что эти слова, этого звания принадлежат одному человеку, Петр Наумович Дейнека, молодой человек, который Бог когда-то забрал из Белоруссии, привел в эту страну. И он написал эту книгу, много молитвы, много силы. Несколько лет тому назад, помните, была его дочь в нашей церкви, и она рассказывала, Руфь Петровна Шаленко, и она рассказывала своего отца, она остановилась у нас, мы имели много встреч и беседы, и она рассказывала за своего отца, что много лет тому назад, когда страны Советского Союза находились в страшной изоляции, когда провести Библию в Советский Союз было опасно, и можно сесть за это в тюрьму, когда было настолько это поклонение Ваалу, этот дух атеизма безбожия господствовал в странах Союза, бывшего Союза, этот молодой человек на плохом английском языке посещал американские церкви, проповедовал и просил собирайте, жертвуйте деньги на русские Библии. Кто-то улыбался, кто-то думал, что за странный человек, что он просит, как, куда собирать деньги, какие Библии. Братья и сестры, но этот человек имел слово от Господа, потому что Руф Петровна говорит, это был человек молитвы. Он знал, что такое Господь, он знал, что такое молитва не перед обедом и перед сном, а молитва, которая открывает небо. Из сотни миллионов экземпляров в Библии были приготовлены на границе по возможности как можно ближе в западных странах, которые могли находиться как можно ближе к границам. И когда открылись границы, братья и сестры, многие из нас и многие люди сегодня имеют ответ на молитву одного человека, который говорил, жертвуйте, молитесь, печатайте Библии на русском языке. Почему? Потому что он получил власть от Господа. И когда небо открылось, братья и сестры, хлынул этот поток. И я верю, братья и сестры, что когда-то Господь сказал такие слова «Утаю ли от Петра до Иннеки что хочу сделать?» Этот человек входил в совет Господень. Он не был советником Господу. Господь был его советником. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я верю, что сегодня Бог ищет себе подобные сосуды, драгоценные сосуды. Понимаем мы время, в котором мы живем, опасное, страшное. Общество, в котором мы живем, это деградирует общество, которое ненавидит Господа, издает законы, которые противоречат абсолютно Писанию. И мы столкнемся еще с большей атакой духовных сил на наших детей, на нашу молодежь, на церковь. Я думаю, что мы еще испытаем, братья и сестры, и узнаем слово «гонение». Братья и сестры, возникает вопрос, а что мы можем сделать в этой ситуации? И вы знаете, Писание говорит, что пророк Илья упоминается чаще других пророков в Новом Завете. Чаще других он упоминается. И упоминается в книге книга апостола Иакова. И мы читаем 5 глава 17 стих. Илья был человек подобный нам. Братья и сестры, Илья, пророк, о котором мы сегодня говорили, был человек подобный нам. Возникает вопрос, а в чем это его подобие заключается? В одежде, в еде, в языке, в традициях близко не похож. Но что-то должно быть общего, братья и сестры. Прежде всего, похож во времени, в котором мы живем. Тот дух пророка Вала, который господствовал и поразил десятки тысяч детей Божьих, израильского народа. Он и сегодня еще живой. Дух Вала проникает во многие сердца, обольщая, закрывая уста для молитвы, закрывая и не дая время и возможности читать, изучать это Божественное Слово. И Господь сегодня имеет Слово для вас и меня. Есть величайшее сходство, братья и сестры, и оно, смотрите, как дальше. И молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. Оказывается, сходство, братья и сестры, наши с пророком, тем, что молитвою молился. и мы сегодня можем молиться, правда? Я бы не хотел сегодня молиться этой молитвой, которая записана в 17 стихе, потому что, я думаю, что кто-то уже помолился этой молитвой. И сегодня европейские страны, которые отвергли Господа, где вместо церквей сегодня растут мечети, и мусульманство заполняет эти страны, посмотрите на температуру, что происходит в некоторых странах. Нету дождя. Люди умирают сегодня. Я бы хотел с вами помолиться, братья и сестры, но помолиться стихом 18. Или я дважды молился, и 18 стих я опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья и сестры, я хотел бы помолиться, чтобы Господь дал дождь. Не тот, который придет на эту землю, который оживит нашу траву, который даст хлеб, чтобы в этом году. Я хотел, чтобы Господь дал дождь, который смягчит наши сердца, смоет всякую грязь с нашего сердца, даст нашим сердцам сокрушением понимания, даст нашим сердцам, братья и сестры, прощение, которое мы носим порой десятки лет с собой, не прощая того или иного человека, имеем вот такой большой список против всех и вся. Вот такой дождь нам нужен, братья и сестры. тогда небо откроет свои двери и тогда земля произрастит плод и тогда церковь, братья и сестры, принесет плод Господу. И мы не будем бояться, если в церкви будут молиться 10-15 человек все вместе, небо откроет и даст свой дождь. И тогда мы не будем удивляться, когда мы будем видеть кающихся, когда двери молитвы будут открыты и грешники будут приходить сюда. Почему? Потому что церковь использовала вновь и вновь то удивительное оружие, которым Бог дал когда-то Ильи. В пустыне там молился, взывал Господу, его сердце не было безразлично к тому, что происходит в народе Божьем. Илья услышал Божье Аминь. Иди, Илья, и скажи по слову Твоему небо будет закрыто. Братья и сестры, почитайте, пожалуйста, дома 17-ю главу, 18-ю главу. Помните, как Господь ответил на молитву Ильи? Я хочу только обратить внимание, братья и сестры, когда народ собрался вместе, на горе кормил. Этот один человек противостоял этим 400 пророков Дубравных, 450 пророков Визаэль, 850 пророков, которые бесновались и пытались изнизвести огонь на эту жертву. А что сделал Илья? Он помолился. И Бог ответил, и снизошел огонь на жертву, попалил жертву, дрова, воду и все, что было. И что народ ответил, братья и сестры? И народ сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И пришло пробуждение, пришло покаяние, пришло, братья и сестры, люди вспомнили, что да, вот тот 80 лет периода нашего отступления от Господа есть возможность, есть живой Бог. Вот такой молитвой, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы помолились с вами. И пусть молятся сегодня все три, четыре, или вся церковь голосно. Я верю, что Господь хочет слышать такие молитвы. И не только сегодня, но каждое служение. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Помолимся.